Метод, который основан на использовании линии уровня функции. Следующий способ – линии уровня функции. Об этом тоже есть сюжет в прошлой лекции, можете найти в интернете, на сайте. Мало много командов есть. И я обозначу еще статью, укажу статью, в которой вы можете об этом прочитать. Я хочу напомнить вам, что все статьи из журнала КВАН доступны в интернете с первого номера. Это состоит из 1970 года. Где-то с задержкой там выставляются статьи. Советую вам воспользоваться этим ресурсом. И еще. Вот в этой статье о линиях уровня не говорится. Не говорится. Там изложен некоторый метод на языке алгебры. А мы этот метод трактуем, представляем, интерпретируем на языке линий уровня функции. В чем он состоит? Итак, мы снова демонстрируем этот метод на примере этого неравенства. Рассмотрим сначала первый случай, когда х равняется и. Когда х равняется и. И обозначим эту неравенцию, скажем, цифры 1. Что вы скажете про ровну или ровну неравенцию 1 в случае, когда х саму игрует? Неравенство. Это верное равенство. Значит, это верное утверждение. Теперь будем считать, что х не равняется и. И рассмотрим точку, соответствующую на плоскости с координатами х и у. х равняется и на бессектрису. И давайте мы с вами из этой почки отправимся на эту бессектрису. Ну, конечно, перемещаться можно по произвольному пути. Здесь много вариантов. Давайте мы будем двигаться по гиперболе, которая проходит через эту точку. Рассмотрим семейство гиперболов, задавая уравнение. х, у равняется ц. х, у равняется ц. При ц равном единице получается привычный школьный гипербол. В каждом учебнике на развороте написано, нарисовано график функции у равняется 1 делить на x. Если ц меняется, то получаются подобные гиперболы. Так вот, давайте мы отправимся из нашей стартовой точки к бессектрисе по гиперболе, проходящей через эту точку. Итак, вот наш путь. Вот наш путь. Почему мы выбрали эту гиперболу? Да потому что при таком изменении переменных x, y, правая часть с уравнением 1 будет постоянной. Мы находимся на линии уровня этой функции. Не будет меняться правая часть. А что происходит с величиной x квадрат плюс y квадрат? x квадрат плюс y квадрат. Я не решу знак вопроса. Как себя ведет эта величина? Увеличивается она или уменьшается? Уменьшается. И здесь для ответа на этот вопрос полезно рассмотреть линии уровня функции x квадрат плюс y квадрат. И каждую цель мы получаем окружность на плоскости x, y. Переменные положительные. И вот легко видеть, что двигаясь по гиперболе, мы будем переходить с одной окружности на другую. При этом радиус окружности будет уменьшаться. То есть параметр c, определяющий окружность, будет уменьшаться. Значит, левая часть уравнения 1 будет уменьшаться. И когда мы попадем на бестектрису, мы получим верное равенство. Но в процессе эволюции у нас правая часть была неизменной, а левая уменьшалась. Значит, вначале левая часть была больше правой. Вот такой метод. Вспомнили два метода доказательной радиусы. Итак, первый фрагмент сегодняшней лекции закончен.